Фастфуд Фастфуд давно стал неотъемлемой частью современного мира. Быстрый, недорогой и удобный способ перекусить в тех случаях, когда нет возможности приготовить еду в домашних условиях. Взрослому человеку иногда можно съесть гамбургер или картофель фри без вреда для здоровья. Но детям и подросткам, которые являются основными поклонниками пиццы, бургеров и кока-колы, такое питание не рекомендуется. Если это разум, поездки или экстренной ситуации, то никакого вреда нет. Если постоянно, то это риск ожирения в первую очередь. Потом проводились исследования американские ученые. В 2014 году вышла статья оценка интеллектуальной развитости детей 8 класса. По данным 5 класса, как часто они ели еду, относящуюся к фастфуду. Так вот, тех детей, которые постоянно потребляют, там было заявлено от 2 до 60 раз за неделю. То у них снижена обучаемость, у них уменьшается объем памяти, и они не успевают по чтению, по математике, по гуманитарным предметам. То есть еще на это влияет. Как они объясняют, что в фастфуде нет того количества микроэлементов, которые требуются для коммунитивной функции развития. Некоторые родители просто не осознают, какое воздействие на растущий организм может оказать фастфуд. А любовь к сладкому и жирному, вошедшая в привычку, с юного возраста сформирует неверное представление о питании на всю оставшуюся жизнь. Кроме ожирения, много сахара. Это риск сахарного диабета второго типа. Это риск кариеса. Ну, это для детей более младшего возраста все-таки давно, и для старших тоже это относится. Также, если брать все эти быстрого питания, у них стоит вопрос о том, чтобы еда была дешевой, вкусной, и для них дешевой и долгохранящейся полуфабрикатой. Поэтому они прибегают к консервантам, ароматизаторам, стабилизаторам, плюс, ну, наверное, вам известно, вот эти вот трансжиры, трансзамеры жирных кислот, которые, опять же, доказывают, если часто потребление, риск атеросклероза, какие-то данные онкологических заболеваний. Поэтому это очень вредно. Вредно, если постоянно питаться фастфудом. Правильное питание играет огромную роль в росте и развитии ребенка. Все необходимые организмы, витамины, минералы и аминокислоты мы прежде всего должны получать из продуктов, которые употребляем в пищу каждый день. Свежие овощи и фрукты, рыбы, нежирное мясо и молочные продукты – вот основа полноценного рациона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова